здравствуйте мы продолжаем занятия в академии мотоспорта и сегодня мы снова в мечково сегодня пятый заключительный этап кубка мфр в рамках чемпионата россии то есть сегодня на трассу выходят мотоциклы класса стк 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 600 и стк 1000 наверное вы спросите а почему мы находимся здесь не в боксах а здесь прямо на улице ответ банален бог стоит денег денег на последний этап не осталось тем более наша команда авто плюс мотоакадемии сегодня выступает в урезанном составе то есть я и дима только покрываемый класс стк 600 потому что наш механик наш тренер и женя который едет в классе стк 1000 к сожалению по разным причинам задержались в германии поэтому сегодня к сожалению на тренировки они не выходят это конечно печально но тем не менее ехать нужно поэтому мы здесь мы сегодня будем отстаивать честь нашей команды как всегда нас преследует определенные неурядицы неурядицы то что как вы помните дима на прошлом этапе сломал ручку газа вот продолжает ее ремонтировать что там тебя с ручкой дима очень трудно разобраться стоят как бы стандартной длины тросики или нестандартный поэтому сейчас я пытаюсь качать тюнингованные тросики которые по идее должны подходить 20 минут осталось до выезда на квалификацию ты справишься давайте сейчас бы помогать уже хорошо итак дима чиниться по-прежнему свой мотоцикл а мы пока посвятим несколько минут одного очень интересному факту хотелось бы донести до вас каким образом центр сбора информации получает информацию собственно от мотоциклов и огонщиков с каким временем круга они едут на руках вот такой вот датчик который выдается при регистрации и соответственно где-то должен быть компьютер который все это регистрирует и все это учитывает сейчас мы пойдем посмотрим в центр управления гонки на трассе в Мечково как все это работает так уж заведено что судейская будка пульт управлениями гонками комитаторские кабины всегда находятся над боксом самой высокой части административного здания конечно лазить сюда в комбинезоне довольно таки тяжело но дело того стоит вот я и на самом верху добрался здесь вот рядом будет уже сооружен подиум победитель получит здесь свои кубки шампанское сам верхний балкон чтобы все было видно всем поклонникам всем фанатам которые сегодня приедут а вот собственно пульт управления гонкой и сейчас давайте посмотрим что творится внутри итак схема довольно проста на каждом мотоцикле я уже говорил стоит вот такая вот коробка на трассе стоит датчик который считывает показания с вот этой вот коробки здесь это еще одна более большая красная коробка которая собственно анализирует всю информацию которая приходит потом на компьютер строгие судьи внимательно за этим следят но сейчас как бы онлайн идет квалификация и сейчас видно с каким результатом идет гонщик колькин людмилка минут 53 045 вот вы собственно все понятно а потом в итоге получается вот такая вот распечатка здесь указано время круга который проехал каждый гонщик ну и собственно из этого складывается и стартовая позиция и время круга в гонке ну и соответственно все результаты собственно приходят вот отсюда из этого пульта управления гонкой ну вот все довольно просто но при этом все точно как в аптеке все результаты посчитаны все будут на своих местах а кстати обходим продолжают готовить а мы пойдем готовится заезда ну что же вышел срок собственно отдыхать достаточно и самое главное действие сегодняшнего дня квалификация в классе стк 600 ну самое главное действие для нас так что собираемся вон дима сейчас будет одеваться я уже собран и выезжаем на трассу показывать хорошее время чтобы встать нормально на стартовой решетке к сожалению квалификация для нас не задалась и дело не в том что не получилось ехать быстро или ехать по правильным траекториям все дело в том что квалификация была немножко порвана один из участников чемпионата упал и к сожалению не хватило времени для нормальной квалификации в итоге старт как всегда практически из последних рядов но самое что интересное первом повороте за счет вот этого вот столкновения удалось прорваться практически на шестую позицию быть может это удача быть может не то был замечательный шанс зацепиться за лидеров что собственно я и сделал и как видимо это принесло свои плоды ведь самым быстрым кругом был как раз третий пока еще лидеры не успели догнать и обогнать а вот после удержаться в таком же темпе не хватило физической подготовки я уже неоднократно говорил о том что гонки это не просто по катушке что к ним нужно готовиться и готовиться серьезно диме повезло немножечко больше несмотря на то что он опять же практически с последней стартовой позиции штурмовал весь пелетон и обгонял одного за другим пилотов ему удалось прорваться на приличную позицию причем ему удалось даже обогнать меня но дело не в том что кто-то из нас ехал быстрее а кто-то медленнее дело в том что к концу заезда начала подводить техника ведь за ней нужно следить ухаживать и вовремя обслуживать мотоциклы но к сожалению это не всегда получается сделать вовремя это была песня утомленной души о вообще мы уже неоднократно говорили о том что конечно же нужно тренироваться потому что без нормальной физ подготовки сами видите чем заканчивается старт удался там какая-то заминка была что-то когда все поехали зачем непонятно по-моему даже четвертым ехал и вот потом как бы ребята мимо так раз 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 понятно что у них темп быстрее что они там едут в среднем на 5 секунд быстрее на 7 но тем не менее а в середине гонки ну вот не сдюжила не сдюжила машинка потому что чуть-чуть как-то пошел сбой там не дотыкал старая третья передача но вот так вот наглый и варварский мы используем наши мотоциклы к сожалению не всегда удается все досмотреть но мы только учимся вот поэтому к сожалению несколько выходов из поворотов были смазаны в том числе когда меня дима обогнал потом вроде начал прикладывать неимоверное усилие к лапке вроде начало все работать но 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 уже как всегда было поздно о интересно посмотреть каким приехал сам даже не знаю пойдем результаты посмотрим нечего очень интересно я еще сегодня не понял каким я приехал потому что пока была заварушка я по-моему был четвертым он даже мог нас обогнать после этого нет даже вообще как-то я ничего не понял что происходит подумал что мне направо и поехал куда надо давай расскажем всем кто не знает в итоге есть вот такая комната где вывешиваться все результаты вот здесь они на доске сейчас будем себя искать свой заезд много цифр и много букв вот гонка из тк-600 гонка из тк-600 здесь можно посмотреть время да вот у нас лидеры 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 да нам ближе вот сюда да так мы садить 56-53 50-53 ты умудряешься показывать время пусть начало и видим ты сдуваешься на а причем вот смотри 53-54 55-54 54-54 53 вот это время было это когда я пытался удержаться за лидерами которых там было впереди там 5-6 человек пока они из заварушки выгребались вот это как раз был третий круг вот здесь был массовый вообще меня обгон всеми все просто всеми а потом вот как-то вот я пытался вот он мой ритм но все равно в принципе быстрее ну это тоже смотри не очень стабильно 51 52 51 53 53 53 55 последний вот вот если посмотреть да вот лидеров да того же он олег котельник куда 47 47 47 47 47 47 47 46 47 в принципе вич получать стабильно главном нашем деле стабильность и если как бы вот показать хороший результат да ты идешь все время в одном ритме и уже после этого можно работать на наших никогда время такое разрозненное стабильность очень дикая вещь я буквально только сегодня рассказал человеку не следующему в гонках что можно выигрывать чемпионаты не побеждая вообще ни в одной гонке стабильно приезжаешь где-нибудь там за пределом подиума а лидеры борются за подиумом падают вылетают и не участвуют в гонках да я вот так хопу в дамках где же я вот почетное 13 место но вот наша стандартная ситуация когда ты за мной ну во первых да стандартная ситуация когда я за тобой ну честно говоря вот ну вот 50 153 все понятно да то есть вот две секунды на круге не удалось удержать но проблема с передачами это я уже говорил что не втыкался реально потому что ты меня обогнал я просто я выезжал на третий нет ты выезжал на видимо 2 я выезжал на 3 ты меня так поехал про а уже переключаться поздно вы не еще одну передачу вниз и уже все равно разгон никакого но ничего страшного все починим все отрегулируем ну вот такие вот результаты довольно таки стабильная но не знаю конечно не очень середина ближе к плато но были мы десятыми были мы двенадцатыми в этом году но опять же таки стабильность да но пока результаты окончательный по как бы чем итогам чемпионата неизвестно понятно что это тоже будет какая-то середина ну не знаю по моему для первого года очень даже неплохо я вообще боюсь ездить на все показать я стыдно признаться но нас выдрала девочки стыдно признаться за вот коркина людмила я с ней вчера разговаривал он сказал я ездил на каждую тренировку вторник четверг в мячковой тренировке на каждую тренировку практически 4 месяца да 4 месяца вот вам результат коркина людмила и время минут сорок восемь сорок восемь это круто не, Люда молодец без вопросов я не взял еще хотелось бы на память листа конечно спасибо вот как говорится на долгую память результаты мы их вешаем в нашем автобусе чтобы потом себя этим пенять практически последнее приготовление осталось сдать только датчики которые мы только что сняли с мотоциклов загрузить автобус и на сегодня гоночный день закончится к сожалению я возвращаю за себя и за Диму Диченко Диченко и Быков в обмен на лицензию такая вот гоночная лицензия которую на следующий год придется продлевать ну или получать новую мне суть важна главное что они есть первая гоночная лицензия в жизни прикольно ну чё парни как вы катались то практически не считая не считая наших друзей на дукате и супер стоп и тысячи вы самые отдаленные от нас от мячкова команда как вы катались хорошо хорошо конечно ошибки на которые мы будем работать так официально все ошибки ошибки наши друзья которые очень много вложили в нашу команду скажем так и мы будем стараться в следующий раз это подводить большое спасибо вашему каналу ваш канал я считаю я считаю что ваш канал автоплюс он самый профессионный канал вообще для спорта мотоспорта автоспорта и что самое главное я могу сказать что у вас в вашей программе автоплюс самое главное что есть гонщики и гонщики неплохие и с хорошей перспективой это не просто это не просто корреспондент бойко а действительно человек который любит это дело и беда этого дела и старается я считаю что у этого человека большое будущее в мотоспорте это во первое а второе большое будущее в мотоспорте потому что он занимает замечательных людей которые его окружают это замечательные спорты нет ну все смотри видишь у вас мой мотоцикл весь мотоцикл на дождь нам еще надо тянуться к этому в России в следующем сезоне я думаю не ударим грязь лицом мы с серединочки выигрываемся ну все хорошей вам дороги чтобы все получилось и я думаю в Бурнову еще встретимся встретимся в Бурнову ну вот а мы им покажем ну что мы закончили наш боевой рубеж официально все соревнования в этот году проехали что думаете то думаю что в связи с теми условиями которых мы оказались в этом году а мировой кризис страдился и на нас отсутствие финансирования да по закромам Родины у кого-то не буду показывать пальцем очень грустные и престарелые мотоциклы которые очень устали особенно на этом этапе это было заметно мотоцикл устал и очень просится на пенсию очень ему хочется отдыхать мы его отправим скоро на пенсию я надеюсь что да вот в целом в целом то есть это сезон с одной стороны я считаю что процент на 30 потери но но эти 30 процентов дают нам избавиться от тех ошибок где-то даже буквально банально чтобы к следующему сезону благо у нас есть длинные между сезон подготовиться ну ты знаешь не знаю мне понравилось вообще в целом первый сезон по моему очень бодро получился так вот как уверенно в середине по сути ничем куда цикл не делали никакой чунинг не проводили даже квикшифт в урбанале не поставили во всем при этом техника выжила это смешно 5 этапов через тренировки да дотянуло выжило я не могу сказать что мы сезон вообще по временам что мы от этапа у этапа улучшались причем как бы на секунды а не какие то там доли не так быстро как хотел вот кто тренировался не по 10 скидал а вот по 7 вот 3 секунды это уже много ну ладно у нас еще будет я думаю действительно в межсезонье возможность и мы не прощаемся с вами потому что еще будет много очень интересного впереди а